Быть или не быть детской площадки на улице Громова в Твери? Этот вопрос по-прежнему остается открытым. На прошлой неделе наш телеканал рассказывал странную историю о том, как старшее поколение не поделило придомовую территорию с младшим. В результате была демонтирована детская площадка. Однако молодые родители не согласны с таким решением и решили идти до Победного и вернуть горки. Наш корреспондент побывал на последнем собрании жильцов и узнал, почему детский городок был стер с лица двора и как его вернут. На место. Вопрос, как вернуть на место демонтированную детскую площадку, остров стал на очередном собрании собственников квартир домов 42 и 46. К открытому диалогу граждане призвали и руководство управляющей компании, и администрации пролетарского района. Именно у них граждане хотели выяснить, на каком основании было принято решение о переносе аттракционов на улицу Чудова. Представитель управляющей компании присутствовал на собрании, но говорить на камеру категорически отказался. Позиция такова, к этой ситуации УК не имеет отношения. Если вы нам ничем обязаны, нужна ли нам такая управляющая компания, которая нам ничем не обязана? Управляющая компания обслуживает веренный участок, часть двора, которая принадлежит дому 42. Собственно территория и стала яблоком раздора. Здесь почти 10 лет стоял детский городок. При этом все его элементы, горки, качели и карусели – муниципальная собственность. Ее чиновники с частной территории убрали, но не по своему желанию. Жители дома номер 42 по улице Громова обратились через управляющую компанию в администрацию пролетарского района с желанием переместить эту детскую площадку, которая расположена на их земельном участке. Помимо обращения был приложен протокол общего собрания, на котором был определен вопрос о демонтаже указанной детской площадки. Жители только удивляются оперативности работы управленцев и властей. Среагировали быстро и даже в считанные дни нашли желающих установить эту площадку у себя во дворе. Инициировали демонтаж детских качелей, сетуют молодые родители, представители старшего поколения, которым дети якобы мешали отдыхать своими криками. Активисты написали письмо, приложили к нему подписи жильцов и отправили в управляющую компанию, а та уже перенаправила владельцу качелей. Никакого собрания не было. Было письмо, одни инициаторы обошли часть собственников, половину вообще, к половине вообще не подходили, никто не обращался. Из этой половины, что удалось собрать подписи, люди говорят, что они подписывались не за снос, а за благоустройство. Жительница дома 42, Светлана Кослова, признается, что расписывалась на том самом листе, но подпись ставила именно за благоустройство, а не за демонтаж площадки. Я подписывала, ко мне пришла старшая по подъезду и сказала, что некому отвечать за ремонт площадки. Она принадлежит нашему 42-му дому, и мы хотим ее передать, не знаю, домоправлению кому-то, чтобы кто-то отвечал. Но я понимаю, что дети, как бы это опасно, что-то сломается. Естественно, я подписала. Только к этому письму и протоколу собраний, на который ссылаются чиновники и управляющие компании, остается много вопросов. Протокол общего собрания этого дома был собран. Вот такие подписи. За что они подписывались, никто об этом не знал. По всем законам домового конфликта, да и по жилищному кодексу, такие собрания должны проводиться с соблюдением всех формальностей. Юрист пояснил, что, во-первых, должно быть извещение о собрании с повесткой дня. Размещается на информационном стенде, не меньше, чем за 10 дней до нужной даты. Либо под роспись индивидуально каждому собственнику. Уже далее организуются очные встречи. Для легитимности необходима явка не менее 50% собственников. Первое, что подписывается, это реестр участвующих лиц. Дальше, после голосования, счетная комиссия, то есть в составе трех человек, должна посчитать количество голосов. По следующим готовится протокол. Обычно общими собраниями принято решение, где хранится протокол. По запросу любого собственника, даже не участвующего в собрании, протокол может быть представлен для ознакомления. Как говорят жильцы, в их случае все было иначе и задумались о легитимности решения. Граждане еще раз постучались в двери к соседям уточнить ответный насущный вопрос – за они или против этой площадки. Протокол общего собрания 42-го дома. Это уже инициатива была нашего 46-го дома. Мы сами распечатали, прошли по этому дому, узнать, правда это или неправда, что они против. В соответствии, больше половины собственника поставили, чтобы площадка стояла. И вот один человек, нет, четыре человека поставили против. Сами же инициаторы демонтажа категорически и очень эмоционально отказались комментировать свою позицию в нашей съемочной группе. Их соседи говорят, что пенсионеры ссылаются теперь на то, что площадка была в отвратительном состоянии. Самое печальное, что заложниками этого конфликта стали дети. Я очень жалею, что площадку разрушили и ее больше нет. Но мы будем бороться. Мы теперь играем на паутинке, вот там, без площадки, там теперь некоторые игры мы не можем играть. Только песок и все. На встречу с жильцами пришли представители пролетарского района. Как рассказала жительница дома 42 Анастасия Сошина, власти обещали вернуть детям площадку в том случае, если в ходе открытого, правильно проведенного голосования по этому вопросу, собственники квартир выскажутся за сохранение в их доме детской площадки. Верните площадку! Верните площадку!